Добрый день и рад всех приветствовать в нашей студии. Отдел Ситкея компании Сингента запускает цикл роликов, видео уроков, интервью со специалистами, экспертами, связанных не только защитой семян, но и гораздо больше. Все в этой жизни изменчиво. Климат, погода, средства для защиты семян, прайс, люди. Но неизменным остается вопрос о питании растений. В связи с этим предлагаю обсудить следующие темы, такие как особенности применения минеральных удобрений при подкормках озимой пшеницы. На что следует обратить внимание, какие особенности, чем одно удобрение отличается от другого. И конечно же мы обсудим острую важную тему, как запасы продуктивной влаги. Что это такое, для кого это важно, как это отбирается и какие критические значения для той или иной культуры. Я рад приветствовать в нашей студии директора государственного агрохимического центра Ростовский Назаренко Ольгу Георгиевну. Ольга Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Спасибо большое за приглашение принять участие в столь масштабном мероприятии. Сингента является активным пропагандистом научных знаний. Я многие годы участие в круглого стола ученых Юга России. Поэтому появление нового формата это как раз дополнение к системе пропаганды научных знаний среди сельхозтоваропроизводителей. Ольга Георгиевна, расскажите, пожалуйста, особенности применения минеральных удобрений при подкормках озимой пшеницы. Действительно, вопрос о ранневесенних подкормок очень важен для агрономов. И как только наступают теплые февральские дни, даже несмотря на то, что дальше предстоят какие-то довольно сильные заморозки, агроном начинает беспокоиться. А не опоздал ли я? А какую дозу нужно внести? А какую форму удобрения использовать? Поэтому сегодня мы с вами попробуем ответить на все эти вопросы. Но сначала мы должны понимать, что во всей системе применения удобрений подкормка это только один из способов, который помогает нам регулировать питание растений. Основными агрохимическими приемами являются внесение органических удобрений, и об этом нужно позаботиться заблаговременно, вносится под пары зябь и один раз в 5 лет. Обязательно должна быть заделка на 20-22 сантиметров, чтобы равномерно распределить органические удобрения. Заделка пожневных остатков предшественника сразу же после уборки. И здесь много своих нюансов. Обязательно предварительная заделка на небольшую глубину 10-12 сантиметров с компенсационными дозами удобрений. Применяются микробиологические удобрения. А через 2 недели глубокая заделка. Но вот эта глубокая заделка также будет зависеть от предшественника, и она может быть выполнена или в текущий, или в предыдущий год. Основное внесение. Именно в системе посева фазимой пшеницы основное внесение должно быть заблаговременным. Это под пар или зябь той культуры, которая будет предшественником азимой пшеницы. Это мероприятие также рассчитано на 5 лет. Внесение фосфорсодержащих и калийных удобрений. И здесь необходима повышенная доза от 60 до 120 кг на гектар в действующем веществе по фосфору. Предпосевное внесение. Говоря о системе применения удобрения именно азимой пшеницы, нужно обратить внимание, что этот прием в основном касается именно азотного удобрения. Проводится он на основе почвенной диагностики и выполняется за 1-2 недели до посева. Обязательное внесение удобрений при посеве. Вносится полностью полнокомпонентное удобрение азотное, фосфорное, калийное. Доза в пределах 20-25 кг на гектар по фосфору. Это старт для растений. Это обязательный прием. В Ростовской области он выполняется почти на 100%. И только потом приходит время подкормок. Это прикорневое и внекорневое питание по результатам почвенной и листовой диагностики. Проводятся подкормки по вегетации. Когда мы говорим о способах внесения минеральных удобрений, перечисленных в той таблице, хочу обратить внимание на две важные вещи. Те способы, которые осуществляются до посева. И здесь уже контактизировано, что основное внесение глубина зателки 20-22 см. Амофос в дозе 60-120 кг на гектар. Почему амофос? Потому что это наиболее концентрированные фосфорсодержащие удобрения. Если вы не провели вот этого основного внесения заблаговременно, у вас есть по пару возможность внести основное внесение в июле-в июле. Но глубина заделки, посмотрите, 10-12 см. Использовать вы можете также амофос ЖКУ. Дозу рассчитываем по диагностике. И до посева у нас также предпосевная культивация на глубину 6-8 см и внесение уже азотных удобрений. Здесь можно использовать и аммиачную селитру, и КАС, и сульфат аммония. Опять же, дозу мы рассчитываем по диагностике, оценивая содержание запасов нитратного азота именно в почве. И при посеве есть тоже свои особенности внесения тех или иных форм удобрений. Если вы вносите совместно с севом, с семенами, то здесь лучше использовать более высококонцентрированные фосфорсодержащие удобрения. Это аммофос и сульфа аммофос. Если же разбросным способом, то диаммофоска, азофоска, нитроаммофоска. И опять же, все эти мероприятия мы проводим на основе диагностики. Подкормки на посеве азимой пшеницы. Что они из себя представляют? Это последовательность подкормок. Начинается с осенней азотной подкормки, дальше ранневесенняя азотка, которая могут быть выполнены по мерзлоталой почве и по подсыхающей. Затем следуют азотно-фосфорные. В период кущения, конец кущения, начало выхода в трубку. Здесь тоже два способа проведения этой подкормки. Можно прикорневым способом, можно внекорневым. И завершающая подкормка – это в период от калашения до конца молочной спелости. Это азотная подкормка, и она проводится внекорневым способом. Если мы говорим о назначении всех этих подкормок, то нужно иметь в виду, что каждая из них решает свою конкретную задачу. И нельзя использовать одну или другую, заменить одну другой. Все зависит от того, в каком состоянии находится растение и какую задачу вы ставите перед этой подкормкой. Осенняя подкормка, она проводится по необходимости при содержании нитратного азота в слое 0,20 сантиметров менее 5 миллиграмм на килограмм. И проводится она за две недели, за одну-две недели до окончания вегетации. Это тогда, когда у нас действительно не вносился азот при посеве. Это особенно характерно для посевов по предшественнику подсолнечник, когда мы просто не успеваем внести этот азот. И очень часто у нас нет азотных удобрений на этом предшественнике. И вот тогда при теплой осени у нас возникает потребность в этой осенней подкормке. Осенняя подкормка иногда бывает необходима для того, чтобы обеспечить пролонгированные действия азота. Используют и карбамид, и сульфатомония, и касс. Но для чего? Для того, чтобы как бы в дальнейшем азот активно участвовал в вегетации азимой пшеницы уже в весенний период. Но ни в коем случае эта подкормка не может заменить первую подкормку по мерзлоталой почве. И дальше я объясню, почему. Первая подкормка весенняя, но так уже установлено было, что отсчет начинался именно с весенних подкормок. Мы говорили, что есть два способа везнения по мерзлоталой и прикорневым способом. Основная задача этой подкормки – это стимулировать кущение и дать толчок к росту развития растений. То есть, если у вас растение в стадии два, три, четыре листа, вам необходимо стимулировать кущение. В этом случае для вас необходима эта подкормка. И дальше мы увидим, в зависимости от погодных условий, их может быть или одна, или две. Если же у вас раскустившиеся растения, и вам необходимо только дать толчок росту этих растений, вы выбирайте одну из этих подкормок. Следующая подкормка, она направлена на то, чтобы увеличить количество продуктивных побегов и обеспечить озерненность колоса. Она тоже может проводиться двумя способами. И в зависимости от того, каково развитие растений и какое количество уже сформировавшейся стеблей вы выбираете – или прикорневая, или вне корневая. Если у вас всего-навсего два-три стебля, то в этом случае вам нужно еще обеспечить дополнительное кущение, и вы можете внести прикорневым способом. Если же у вас хорошо расформировавшиеся стебли, тогда вы оставляете вне корневую подкормку и, самое главное, смещаете ее в период начала растений в трубку, то есть конец кущения, начало выхода в трубку. И третья подкормка решает свою задачу – это улучшение качества. Проводится она в основном в период начала молочной спелости и обеспечивает именно повышение содержания азота и белка в зерне. Но при этом мы обязательно должны знать соотношение азота и фосфора в растениях, потому что если есть дисбаланс по азоту и фосфору, то дополнительная подкормка, наоборот, приведет к формированию фуражного зерна. Для того, чтобы провести эти подкормки, нужна диагностика, и она имеет тоже свою схему. Перед подкормкой по мерзлоталой почве вы должны определить влагу до глубины 1 метра, определить азот на эту же глубину. Какая особенность проведения этих мероприятий? Точки должны быть заложены по элементам рельефа, потому что влага, накопление ее во многом зависит от того, участок расположен на водоразделе или в понижении. И иногда бывает довольно контрастное значение по величинам. Перед подкормкой по подсыхающей почве отбор ведется на глубину 0,20-20-40 сантиметров. По диагонали поля мы ставим три точки, и из этих трех точек смешивается образец. В этом случае мы просто получаем корректировку. А азот, который мы внесли по мерзлоталой почве, он использовался? А поднялся ли тот азот, который у нас был в почве на определенных глубинах? И самое главное, мы понимаем обеспеченность фосфора почв достаточно для дальнейшего развития растений. Обеспечит этот фосфор развитие корневой системы или нет? Следующее диагностическое мероприятие у нас это листовые диагностики. Проводят перед подкормкой фазу конца кущения выхода в трубку. Отбор нужно вести именно в фазу кущения, потому что для этой фазы есть оптимальные значения, с которыми мы сравниваем фактические показатели. Какая особенность отбора листовых диагностик здесь? Обязательно должны быть молодые листья со всего растения. Также по диагонали проходится поле и отбирается 100 растений. Следующее диагностическое мероприятие – отбор в фазу калашения. Здесь мы должны обязательно определить соотношение азота и фосфора в листьях растений. В этом случае у нас есть диагностические морфологические признаки. Первое – отбирается первый, второй и третий лист сверху от флагового листа. Никогда не отбирается флаговый лист, потому что флаговый лист является как бы фабрикой растения. И все физиологические процессы в нем идут более интенсивно, чем в нижележащих листях. Также отбираются эти листья со ста растений по диагонали поля. Проведя вот эти диагностические мероприятия, вы получите основу для расчета доз азотных удобрений или азотно-фосфорных. Каковы же особенности поведения азота и какие формы азота существуют? Это классическая информация, но она тоже должна приниматься во внимание при планировании подкормок. Итак, у нас есть нитратная форма азота. В чем ее преимущество? Она остается в почвенном растворе и легко доступна растений. В почвенном растворе, если мы возьмем и определим концентрацию нитратного иона и аммонийного иона, то нитратного иона содержится в 10 раз больше, чем аммонийного. Следующая аммонийная форма, ее поведение своеобразно, особенно в наших карбонатных степных почвах. Когда ион аммония попадает в почвенный раствор, то его конкурентом в первую очередь будет поглощающий комплекс. Растение даже не успеет использовать этот аммонийный азот, потому что этот аммоний будет обменен на кальций, который находится в поглощающем комплексе. В растворе останется нитратный азот, нитратный ион. Какие же факторы влияют на именно фиксацию ионов аммонии? В первую очередь это PH. Если PH кислая, то этот процесс более замедленный. Если PH щелочная, это выше 7,5-8 и туда к 9, то этот процесс проходит практически мгновенно. Также фиксация более активна в тех почвах, где больше содержания гумуса. Содержание глинистых минералов с трехслойной структурой тоже повышает скорость фиксации аммония в почве и присутствие того же кальция и магния в поглощающем комплексе. Вот все эти характеристики присущи нашим степным почвам, черноземам. Даже черноземам не только обыкновенным, типичным, южным, но и выщелочным, потому что в зависимости от величины всех этих показателей будет и интенсивность фиксации ее на аммонии. Поглощение амидной формы – это удивительная форма, потому что она может проникать через лист, и это проникновение обеспечивает до 90% поступления азота именно через лист. Поэтому тратить эту форму на внесение в почву, мне кажется, что все-таки бессмысленно. И вот описывая эти все формы азота, хочу сказать, что каждая из этих форм имеет свою технологическую нишу. Еще очень важный вопрос, который обсуждается и в литературе, и сельхозтоваропроизводители очень часто задают это. А какие преимущества в поглощении аммониной формы азота и нитратной формы азота? Так вот, по литературным данным удалось сформировать вот такую табличку, что оказывается, овощные культуры меньше 15% поглощают аммониного азота, картофель 50 на 50. Какие закономерности существуют еще? Что если это мелкосемянные культуры, то они очень чувствительны к аммониному азоту, особенно в начале вегетации. Однодольные растения лучше усваивают нитратный азот. Очень важно, что нитратный азот менее токсичен при севе, непосредственно, когда происходит контакт семян с гранулой удобрения. Растения, которые предпочитают кислые почвы, больше усваивают аммониного азота, а вот растения, которые предпочитают нейтральные почвы, наоборот, нитратного. И очень важно то, о чем мы всегда с вами говорим, и я когда говорю об аммиачной селитре, и говорю о технологической ниши этого форма удобрения, как очень важного удобрения при посеве, объясняется тем, что именно в молодом возрасте растение нуждается именно в нитратной форме, и она лучше усваивается именно молодыми растениями. А вот для аммонийной формы нужно, чтобы была хорошо развита листовая поверхность. Вот эти закономерности очень важно учитывать, когда вы выбираете ту или иную форму удобрения. Итак, какие у нас существуют формы удобрения азотных именно? Это аммиачная селитра. Да, здесь нитратный и аммонийный азот, но посмотрите внимательно, какое соотношение этих двух форм. Наполовину 17% нитратного азота и 17% аммонийного. То есть есть определенная пролонгированность действия аммиачной селитры. Нитратный будет работать сразу, как только попадет в почву, аммонийный будет закреплен и потом мобилизован уже с помощью микроорганизмов. Сульфат аммония. Здесь у нас дополнительный появляется элемент, это сера, но опять же здесь только аммонийная форма азота. Следовательно, только через процесс поглощения почвы возможна мобилизация этого иона. Здесь приведена очень интересная картинка, которая свидетельствует о том, а где же останется ион аммонийный ион или сульфатный ион при внесении данной формы удобрения поверхностно. Очень часто мы встречаемся, что из-за того, что сульфат аммоний дешевле аммиачной селитры, его пытаются использовать померзлоталой почвы. Но, к сожалению, ни аммонийный азот, ни сульфатный ион, они не смогут выполнить ту задачу, которая ставится перед этой подкормкой, а именно стимулировать развитие растений. Потому что в почвенном растворе не появится нитратного азота. И сульфатный ион, он тоже закрепится, потому что он вступит в взаимоотношение с поглощающим комплексом и обменяется на кальций. А так как верхний слой очень быстро пересыхает, то, по сути дела, мы получим в верхнем слое выпадение сульфата кальция или гипса. Да, его будет немного, мы его не увидим, но это трудно растворимое соединение, которое так и останется наверху. Следующая форма – это касс. Да, считается очень важной и универсальной, потому что имеет три формы азота. Но обратите внимание, в состав касса входит чуть больше 30% карбамида, 44,3% селитры, чуть больше 19% воды или меньше 1% аммиачной воды. Когда мы пересчитаем все эти значения на 100 литров раствора касса, то получается, что аммонийные формы у нас чуть больше 8%, амидные формы 16% и нитратные формы 17,5%. Ну, округляем, получается 8%. Почему нам важно знать эти проценты? Если мы хотим использовать касс померзлоталой почвы, то мы видим, что здесь довольно низкое содержание нитратного азота, в половину меньше, чем в аммиачной селитре. Но у нас очень высокий процент амидной формы, которая хорошо поглощается листом. Следовательно, технологическая ниша касса – это когда у нас хорошо развита листовая поверхность. Следующее минеральное удобрение – это мучевидо или карбамид. Здесь самый высокий процент азота. Азот находится в амидной форме, и мы говорили о том, что эта форма наиболее полно поглощается через лист. Когда же эта форма попадает в почву, то, к сожалению, необходимы определенные этапы превращения сначала в аммонийную форму, а потом уже в нитратную. На это уходит время. Для этого нужны и температура, и определенная влажность. Поэтому, вероятнее всего, ниша мочевины карбамида – это все-таки внекорневые подкормки. Таким образом, какие же лучше использовать формы азотных удобрений? Для подкормки померзлоталой почвы нитратные, аммиачная селитра в первую очередь. Есть у нас еще кальциевая селитра. Но дело в том, что кальциевая селитра, ее применение характерно для серых листных почв, подзолистых почв, почв с более низким значением pH. У нас почвы нейтральные, щелочные, поэтому кальциевая селитра на наших щелочных почвах она не применяется. Тем более, это физиологически щелочное удобрение. Для подкормки прикорневым способом мы можем использовать все формы азотных удобрений. Это и нитратные, это аммонинные, это КАС. Для подкормки внекорневым способом у нас остается карбамид и КАС. Но что нужно учесть? Дело в том, что все-таки, если мы вносим это в почву, то для карбамида и для КАСа нужно время, нужны условия. То есть это более высокая температура, это насыщенность влагой верхнего горизонта и работа микроорганизмов. Очень хорошая книга Шпаара, которая вышла в 2008 году, зерновые культуры. И там есть прекрасная схема, которая дает представление о том, а когда же нужны нам эти подкормки. Я ее немножко усовершенствовала и показала, когда же мы используем азотные подкормки, в какой период нам нужны помимо азотные подкормки и подкормка фосфорсодержащими удобрениями. И обязательным элементом любых подкормок являются микроэлементы и стимуляторы. И обратите внимание, какая дифференциация у нас получается. Если мы говорим о первых этапах развития растений, это аммиачная селитра. Если мы говорим о растениях на более поздних сроках развития, это кущение, выход в трубку, это касс. Когда мы говорим о завершении развития растения, переход уже в генеративную стадию, это кармабит. Ниша для фосфорных удобрений, это конец кущения и до появления флагового листа. В это же время как раз ниша для применения микроэлементов и стимуляторов роста. Еще один вариант применения микроэлементов – это период начала молочной спелости. Вы видите, что период каждых фаз разный. Одни проходят довольно долго, в течение 30 дней, некоторые проходят в течение 5-7, даже 3 дней. Вот это и является той сложностью, которая связана с проведением подкормок. Мы обязательно должны провести подкормку в ту фазу развития растений, когда азот тужен растению, а не позже или раньше. А здесь уже все это нарабатывается опытом агрономов, проведение диагностика, приобретение навыка проведения этих диагностик. Какие же агрохимические показатели мы должны учитывать, когда мы задумываемся о том, как мы будем проводить ранневесеннюю подкормку? Первое. Содержание нитратного азота в слое 0,40 сантиметров нужно довести до 90 килограмм на гектар. Запасы продуктивной влаги должны быть не менее 160 миллиметров. Содержание подвижного фосфора в пахотном горизонте не менее 25 миллиграмм на килограмм. Нужно обязательно учесть фазу развития растений, учесть погодные условия и выбрать наиболее эффективную форму азотного удобрения. Это то, с чего мы начинаем, когда наступают весенние дни, и мы задумываемся о проведении именно ранневесенних подкормок. Формула для расчета дозы ранневесенней подкормки, которая используется в агрохимической службе, очень простая. Это норма, о которой я уже сказала, 90 килограмм на гектар. Это фактическое содержание нитратного азота в этом же слое. Разница между этими показателями является той дозой, которая необходима для проведения ранневесенней подкормки. Она распределяется по двум способам внесения, по мерзлоталой почве или по подсыхающей. Какие же запасы нитратного азота в метровой толстой сейчас в Ростовской области? Вы видите, что в основном это низкие. Здесь два предшественника. С правой стороны это не паровой предшественник. С левой стороны паровой. И там, где не используется пар, это брались поля с хорошим предшественником. Ну, например, горох. Мы видим, что на непаровом предшественнике у нас практически по всей области низкое содержание азота. Если мы говорим о предшественнике пар и лучшем предшественнике, то здесь увеличивается содержание на категорию. В основном среднее от 90 до 180 килограмм на гектар. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки для накопления нитратного азота и обеспеченности растений в ранневесенний период все-таки предшественник играет решающую роль. Как оценивается запасы нитратного азота? Мы видим реальные цифры, которые отслеживаются под посевами азимой пшеницы. И распределение нитратного азота именно в ранневесенний период может быть разным. В случае, когда у нас практически отсутствует азот, это первые две колонки. Здесь у нас дефицит нитратного азота от 80 до 60 килограмм на гектар в действующем веществе. И потребность в аммиачной селитры практически огромнейшая. 235 килограмм на гектар и 174 килограмма на гектар. Следующий вариант, это когда содержание запасов нитратного азота можно считать хорошим. 104 килограмма на гектар в действующем веществе в метровой толще, но максимум у нас находится на глубине 90-100 сантиметров. Поэтому при таком содержании ожидать, что этот азот сработает на развитие азимой пшеницы именно в ранневесенний период не приходится. А вот дальше уже ситуация, когда максимум у нас поднимается к поверхности. И наиболее благоприятная ситуация, это ситуация, когда распределение азота идет равномерно до глубины 60-70 сантиметров. Общие запасы составляют 143,7 килограмм на гектар в действующем веществе. И посмотрите, дефицит азота у нас самый минимальный, то есть 11 килограмм. И здесь потребность в аммиачной селитре всего 53 килограмма. Идеальные варианты, но складывающиеся очень редко. Это последние три случая, когда у нас также очень небольшой дефицит нитратного азота, а может быть даже его и нет. Следующий показатель – это запасы продуктивной влаги в метровой толще. Также он был оценен по непаровому предшественнику и по предшественнику покупар. И мы здесь также видим, что все-таки размещая озимую пшеницу по тому или иному предшественнику, агроном должен задумываться над тем, чтобы предшественник хорошо накапливал влагу. В этом случае ограничений по запасам продуктивной влаги именно в раннем весеннем у нас не будет. Как оцениваются запасы продуктивной влаги? В агрохимической службе оценка идет по периодам. Оценка в весенний период, здесь значение именно нижней границы выше. Оценка в осенний период граница нижнего периода ниже. Если весной нижняя граница – это 80 мм в метровой толще, то в осенний период 60 мм. И самое главное, у нас очень серьезные ограничения по влагу в осенний период именно в слое 0,20 см. Есть общестандартная шкала оценки запасов продуктивной влаги, которая приводится в книге Вадюниной и Корчагиной. Оценка верхнего горизонта 0,20 см в хорошие запасы больше 40, плохие запасы меньше 20 мм в 20-сантиметровом слое. Ну и градация, которая предлагается для метрового слоя, она совпадает с градацией осеннего периода. Но здесь нет разграничений ни по природно-климатическим зонам, ни по сезонам. Я знаю, что многие регионы также имеют свои градации. Вероятно, это правильно, потому что влага во многом зависит от структуры почвенного покрова, от особенностей почв, которые распространены на той или иной территории, и она действительно должна дифференцированно оцениваться. Следующий показатель, который был в нашей табличке, это состояние растений. И действительно мы имеем вот такой перечень вариантов. Растения, здесь нет еще одного варианта, с которым мы столкнулись в этом году, потому что многие подсевы у нас, особенно в Ростовской области, были в стадии шила, то есть только сходы. Стадии 2 листа, стадии 3 листа, стадии 4 листа, стадии начала кущения, когда у нас только появился один побег, когда начало кущения, но у нас уже есть второй побег и кущение, когда у нас три и более побегов. Так вот, в зависимости от того, в каком состоянии растение приходит к началу весенней вегетации, будет выстраиваться и наша тактика по проведению весенних подкормок, расчету ДОС, выбору способов внесения. Интересные данные, которые у нас есть, о состоянии посевов озимой пшеницы на начало года по Ростовской области. Вы видите, что начиная с ноября месяца, в зависимости от того, какие максимальные температуры у нас были в январе, в феврале, в марте, по декадам, мы видим, как меняется процент посевов в том или ином состоянии. Но на что хочу обратить внимание, что увеличение посевов в стадии кущения очень медленное. Оно практически началось только после февраля месяца, и то проценты не столь уж высокие, но радует то, что уменьшились посевы, процент посевов с всходами, там, где у нас практически растение в стадии шила. Этому способствовали как раз те положительные температуры, которые мы имели в эти месяцы. Еще на что хочу обратить внимание. Температура 7 градусов, 9 градусов – это не та температура, которая дает возможность растению куститься. Растение будет куститься после температуры 12 градусов, и это тоже нужно учитывать. Температура до 10-9 градусов – это температура, которая дает возможность дать толчок растения в развитии от стадии 2 листьев до 3-4 листьев. То есть, если мы ожидаем активного роста растений, нам нужно ожидать и повышение температур больше 12 градусов. Следующий важный момент, который нужно учитывать – это мониторинг запасов сахаров в узлах кущения. Мы должны это вести только на раскустившихся посевов. Вы видите три варианта. Когда у нас узла кущения нет, когда у нас только начало кущения, и когда активное кущение. Так вот, эти цифры, которые представлены в таблице, они относятся именно к третьей позиции. Только в хорошо раскустившихся растениях мы можем определить сахара и, самое главное, увидеть изменения их в течение зимы, а следовательно и прогнозировать растение, в каком состоянии растение находится. Оно сильное? Оно способно само тронуться в рост или все-таки ему нужна поддержка. На что же нужно обращать внимание, когда мы говорим о подкормке по мерзлоталой почве? Иногда много встречаешь в интернете статей, где написано «мерзлоталая почва – это не трата средств». Она не дает эффективности. Конечно, она не даст эффективности, если вы ее выполните по снежному покрову. Какие особенности подкормки по мерзлоталой почве? Она максимально должна быть приближена к началу вегетации. У нас многие подкормили еще в феврале. Поспешили, подкормили перед праздниками 8 марта, но потом было понижение температур. И только сейчас наступили те дни, когда растения тронулись в рост. То есть вот эти 1-2 недели точно мы не выдержали. А нам нужно их выдержать, потому что в этом случае будет использован тот азот, который мы внесли. Нельзя проводить подкормку, если у вас лежит снег. Обязательно должны быть проталены, где будет открытая поверхность почвы. И еще очень важный момент. Почва должна быть оттаившей хотя бы на 5-10 см. Иначе аммиачная селитра, даже если она растворится в растаявшем снеге, она останется на поверхности и поверхностным стоком стечет, потому что она не сможет дальше проникнуть в почву. Какие идеальные условия для мерзлоталой почвы? Это ночные температуры с минусом, но с таким минусом, чтобы вы утром могли или рано утром или ночью войти в поле и не сделать колею, а после обеда все должно растаять. Вот это действительно мерзлоталая, которая даст вам прибавку как минимум 4-5 см гектара. Те, у кого есть разбрасыватели на шинах низкого давления, могут их использовать при устойчивом нарастании температур. Некоторые спешат, проводят мерзлоталую, не учитывая погодные условия, потому что потом не будет этих морозов, дающих возможность провести эту подкормку. Но если вы пропустили мерзлоталую или не было возможности для ее проведения, не нужно охать и ахать. У вас есть другие возможности. У вас есть возможность использования вот этих вот агрегатов с шинами низкого давления. У вас еще есть прикорневая и поверхностная по подсыхающей. Но здесь есть тоже свои требования. Почва должна быть физически спелой. Нельзя проводить эту подкормку, когда у вас влажная почва. Нельзя пускать агротехнические орудия, когда они образуют комки. Очень часто видела, когда пускают барану мотыга, а за ней летят комки грязи. Это бессмысленное проведение мероприятий. Оно не заделает удобрения, а наоборот, создаст условие, когда все это потом превратится в бетон при высыхании. И еще один момент, который связан с использованием сеялки. Очень важно, во-первых, чтобы это была физически спелая почва. Потому что если сеялка пройдет по влажной почве, она создаст щель и уплотнит эту щель. Это будет возможность для испарения влаги. Но даже и по физически спелой почве обязательно нужно предусмотреть какое-то приспособление, которое бы закрыло эту щель. Потому что при активном нарастании положительных температур интенсивность испарения настолько высока, что влага может улететься в течение нескольких дней, даже если ее было достаточно. Итак, какая ситуация и какая стратегия и тактика должна быть в этом году? Итак, первая подкормка. Обращаем внимание на поседы в стадии шила. Проводим инвентаризацию. Если число растений более 250 штук на гектар, то дождемся, пока растения перейдут в стадии 2-3 листьев, потому что в стадии шила растение может использовать элементы питания из зерновки. А вот когда уже появляются листья, здесь уже запускается процесс фонтосинтеза и без подкормки эти растения развиваться будут хуже. Поэтому кормим дозой 40-45 килограмм на гектар в действующем веществе. Таким образом, на вот этих посевах, где 3-4 листа, до выхода в трубку нужно провести 3 подкормки. Первая подкормка по мерзлаталой или по подсыхающей. Дальше плюсом идет прикорневая, именно плюсом. Вот дозу нужно разделить на 2. А вторая подкормка может быть или прикорневая, или вне корневая. Задача этой подкормки стимулировать развитие корневой системы и весеннего кущения. Здесь однозначно аммиачная селитра. Эта же первая подкормка более подробно расписывается. Мерзлаталая или поверхностная с заделкой, если не было мерзлаталой, кормим 40-45. Дальше поверхностная заделкой или прикорневая. Тоже 30-35, но здесь учитываем содержание влаги. 30-35, если будет пополнение влаги. Снижаем эту дозу, если у нас влага отсутствует. И опять, здесь у нас только аммиачная селитра. Вторая подкормка уже здесь будет проводиться по результатам листовой диагностики. Именно молодых листьев весеннего кущения. И здесь могут быть использованы все формы азотных удобрений. Если есть посевы с кущением 3-4 побега, то здесь первая подкормка у нас только одна. Она может быть или мерзлаталая, или прикорневая. Она только укрепляет имеющиеся побеги. Вторая подкормка тоже может быть прикорневая или вне корневая. Она закладывает продуктивные стебли. Какие диагностические признаки этой подкормки? В первую очередь должны появиться бугорки вторичной корневой системы. Еще один признак – это молодой лист. Если он лимонного цвета, то в этом случае вы обязаны провести подкормку, а потом уже вторая подкормка у вас в конце кущения. Особенно важно для этих посевов содержание подвижного фосфора. Здесь вот картограмма одного из районов Ростовской области. Мы видим, что есть поля, где очень низкое содержание фосфора – от 2 до 10 мг. В этом случае нужно поднять картограммы агрохимического обследования и посмотреть. Посевы озимой пшеницы попадают на поля, где содержание фосфора менее 16 мг на килограмм, и где вы не вносили основного внесения. То есть основное внесение, помним, это то, которое мы вносим под пар и зябь, или, если посев по пару, летом перед посевом озимой пшеницы. В фазе 4 трех листьев нужно обязательно провести подкормку фосфорсодержащими удобрения. Здесь предлагается применение ЖКУ. Почему ЖКУ? Потому что в ЖКУ представлена форма полифосфатов аммония, которые подвергаются гидролизу в течение 1-2 недель. То есть ЖКУ постоянно будет поставлять фосфатный ион в почвенный раствор, а это будет укреплять корневую систему растения, и таким образом использование и азотных панкорхумов, и дальнейшее развитие растений будет более благоприятным. Посевы с хорошо раскустившимися растениями – это 5 и более побегов. Здесь будет только одна подкормка – это середина, конец кущения. В прошлом году не выполнили рекомендации, которые давались по этим посевам, и, к сожалению, некоторые провели подкормку и по мерзлоталой, и по подсыхающей. Что же произошло? Растение в середине своего развития из-за недостатка влаги стало сбрасывать листья. Посмотрите, вот в данном посеве из 8 побегов растение сбросило 4. Еще один пример в Целинском районе, когда растение из 9 побегов оставило всего 3. И посмотрите, какая закономерность. В зависимости от дефицита влаги растение сбрасывало побеги поэтапно. То есть оно еще пыталось сохранить побеги, надеясь, что влаги будет достаточно, но потом все-таки сбросило, оставив и всего 3. Ситуация в этом году в Ростовской области, она не такая, как в 2020 году. Распустившие посевы имеют совершенно другой вид, они более вытянутые и не столь сильные. Варианты решений по подкормкам микроудобрениями. Они обязательно должны учитываться с диагностическими мероприятиями. И обратите внимание, что диагностика на тот или иной элемент, она приурочена к той или иной в фазе растения. Невозможно определить в фазу кущения марганец и медь. Медь мы можем определить только в фазу трубкования. Вот эта особенность диагностики микроэлементов обязательно должна учитываться, потому что очень часто привозят на диагностику без учета в фаз развития. И самое главное, когда мы говорим об озимой пшенице, нам не нужна вся таблица Менделеева. Элементы, которые очень важны для озимой пшеницы, это марганец, цинк, медь, кобальт. И их нужно применять в определенные фазы. Например, если цинк, то работая с гербицидом в фазу кущения, марганец и медь мы можем применить, работая фунгицидами от выхода в трубку до флагового листа. Очень важно при использовании микроэлементов и пестицидов использовать карбамид в дозе 5-10 кг в действующем веществе для снятия стресса. Какова же стратегия ранневесенних подкорках на зимой пшеницы? Отслеживать изменение температурного режима путем анализа прогнозов по разным предшественникам и на разных элементах провести определение запасов продуктивной влаги нитратного азота до глубины метра, на рассогустившихся посевах определить запасы сахаров в узлах кущения, провести инвентаризацию посевов, определив густоту стояния растения и степень их развития, по картограммам агрохимического обследования определить обеспеченность полей подвижным фосфором. И какова же тактика? 1. Ранневесенняя подкормка обязательно аммиачной селитры не менее 30 кг, подкормка любыми формами азотных удобрений по подсыхающей с обязательной заделкой, подкормка по результатам листовых диагностик, кассам в фазу кущения, работа с пестицидами, микроэлементами, стимуляторами роста. 2. Вторая подкормка в период конец кущения и выход в трубку, также может быть кассам или ЖКУ, используем и микроэлементы, и стимуляторы, и гуматы. 3. Карбамид в фазу флагового листа только по необходимости, если очень серьезный дефицит азота. 4. Карбамид ближе к началу до конца молочной спелости, используя в качестве микроэлемента кобальт. Оценка запасов продуктивной влаги Оценка запасов продуктивной влаги – очень важное мероприятие не только на посевах азимой пшеницы, но вот в последние годы привели к тому, что этот показатель сейчас под пристальным вниманием, поэтому, наверное, было бы полезно понять, что же такое продуктивная влага, из чего она складывается и как за ней следить. Какая вода может быть в почве? Дело в том, что почва не может быть абсолютно сухой, и когда мы говорим, что вот удобрения не будут использованы, потому что у нас сухая почва, на самом деле мы лукавим. В почве содержится парообразная вода, физически связанная вода, которая делится на физически прочно связанную и физически рыхло связанную, или пленочную воду. Помимо этого, есть свободная вода, которая делится на капиллярную воду и гравитационную воду. Но самое главное, что формы влаги не являются постоянными по количественному содержанию и изменяются в зависимости от уровня влажности. Что же такое продуктивная влага? Когда мы говорим о оценке запасов влаги, в первую очередь мы должны пользоваться почвенно-гидрологическими константами. Это полевая влагоемкость, это наименьшая влагоемкость, это максимальная молекулярная влагоемкость, это влажность устойчивого заведания и максимальная гигроскопичность. Посмотрите, полевая влагоемкость и капиллярная влагоемкость, они характеризуют легкодоступную влагу и избыточную влагу. Когда мы говорим об интервале от максимальной молекулярной влагоемкости до влажности заведания, то это труднодоступная влага. И посмотрите, пленочная и диффузная влага, она недоступна, но она есть. Что же такое полная влагоемкость? Полная влагоемкость, когда почва полностью насыщена водой, то есть все поры заняты водой. И очень часто мы это наблюдаем, когда у нас сошел снег, и верхний горизонт мокрый, и мы не можем войти в поле. Следующий показатель, наименьшая влагоемкость, это количество влаги, которое может удержать почва. Это количество подвешенной влаги. Очень важная характеристика, потому что на основе этой характеристики мы дальше оцениваем и потребности растений во влаге, и необходимую дозу полива. Но самое главное, что вот этот показатель, он индивидуален для разных почв и для разных климатических зон. Вот здесь приведены примеры для именно почвы того или иного гранулометрического состава, но они очень общие. Когда мы говорим о влажности заведания, то в первую очередь мы должны понимать, что этот показатель обязательно связан с растением. И если предлагается рассчитывать влажность заведания по максимальной гигроскопичности, я считаю, что это не совсем правильно. Необходима постановка экспериментов. И только благодаря этим экспериментам мы можем увидеть, а где та граница продуктивной влаги, которая вызывает угнетение растений. Есть очень хорошая книга Евгения Васильевича Агафонова «Оптимизация питания и удобрения культур полевого севоборота на карбонатных черноземах», в которой приведены результаты его собственных экспериментов. И уникальность этой книги в том, что он выполнил эту работу для всех подтипов черноземов Ростовской области. Этот ценнейший материал сейчас используется для расчетов продуктивной влаги. Максимальная гигроскопичность тоже показатель, который во многом определяется и составом гумуса, и гранометрическим составом. Поэтому этот показатель иногда используется для расчета влажности заведания. То есть используется коэффициент 1,3-1,5. Но опять же привожу пример из книги Евгения Васильевича о значениях максимальной гигроскопичности в чернозем и обыкновенном. Вы видите, что в нижних горизонтах значение этой величины ниже, чем в верхних горизонтах. То есть изменяется по профилю. Поэтому если мы хотим объективно оценить продуктивную влагу, нам нужно иметь эти показатели. Да, их довольно сложно определить экспериментально. Но если у вас есть вот эти справочные материалы, то вы можете их использовать в своих расчетах. Как отбирается влага? Обязательно через каждые 10 сантиметров. Обязательно необходимо отбирать в бюксы, а не в полиэтиленовые пакеты. Потому что тогда идет существенное искажение значений. Высушивание в обычном сушильном скалху при 105 градусах. И рассчитывается процентное содержание. Есть разные формулы расчета, но мы пользуемся с использованием тех материалов, которые есть в книге Евгения Васильевича Агафунова. И учитывая, что этот метод расчета мы используем при проведении динамических исследований, то изменение запаса влаги является корректным и действительно дает нам представление о том, как меняется этот показатель. Как оценивать запас продуктивной влаги? У нас активное промачивание всей метровой толщи. Да, абсолютные значения разные. Но в этом случае у нас активное стекание гравитационной влаги глубже до одного метра. И никаких ограничений по азотной подкормке для такого распределения влаги у нас нет. Если же у нас есть снижение содержания продуктивной влаги к нижележащему горизонту, то мы видим где-то на глубине до 70 см определенный запас так называемой подвешенной влаги. Но учитывая, что у нас общий запас 149 мм, ограничений по азотной подкормке при таком распределении влаги нет. Но обязательно на этих посевах нужно провести мероприятие по закрытию влаги, потому что все-таки у нас максимум вверху и испарение этой влаги будет интенсивно при нарастании температур. Если же у нас четко выраженная подвешенная влага в виде контрастного максимума, расположенного на разных глубинах, это говорит о том, что запас влаги будет влиять на проведение азотных подкормок. И азотная подкормка в этом случае должна быть дробной. То есть она должна быть не больше 30-34 кг в действующем веществе аммиачной селитры, а уже вторая подкормка должна проводиться при пополнении влаги. Если пополнения влаги нет, мы уменьшаем дозу. Если есть пополнение влаги, увеличиваем. Запасы влаги незначительные, они недостаточные. И стекание было до глубины 30-40 см. Опять же дробная азотная подкормка. Опять же нужно учитывать пополнение влаги. И самое главное, подкормку вести, приурочить к осадкам. И проводить мероприятия по закрытию влаги. Если же у нас практически нет запаса влаги, то здесь очень осторожно нужно подходить к решению о проведении подкормок. Да, растениям необходимо тронуться в рост, но нужно смотреть в каком состоянии эти растения. Если это хорошо раскустившие растения, то можно пропустить эту подкормку ранневесеннюю. И потом уже по листовой диагностике и при пополнении влаги решать, какая будет эта подкормка. На этих посевах особенно активно нужно провести мероприятия по закрытию влаги. Помимо влаги очень важен температурный режим. На этом слайде представлена динамика урожайности озимой пшеницы в Ростовской области. И сумма активных температур выше 10 градусов на 31 июля. Мы видим, что коэффициент переляции между этими двумя показателями очень высокий. Минус 0,83. То есть чем ниже сумма активных температур за ранневесенний-летний период, тем выше урожайность озимой пшеницы. Обратите внимание, когда дата перехода в сумме активных температур выше 10 градусов в Ростовской области. 2017 год, наиболее урожайный год, этот переход состоялся только в 3 декаде апреля. Все эти показатели обязательно нужно учитывать, когда вы выстраиваете систему подкормок на озимой пшенице. Потому что в зависимости от того, будет быстрое нарастание температур или будет продолжительный холодный период, ваши действия должны быть дифференцированы. Очень интересная информация по количеству осадков в конце 2020 года и начале 2021 года. Обратите внимание, что за январь, февраль и март месяц пополнение влаги вышло на уровень среднегодовых, что, в общем-то, обнадеживает. Хочу поблагодарить нашего спикера Назаренко Ольгу Георгиевну за то, что поделилась своим опытом, своими рекомендациями, своими наставлениями. И я уверен в том, что в нынешний сезон мы вступаем с определенным багажом знаний, которое нам поможет достичь высоких урожаев. Спасибо.